39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях обстреляли российские оккупанты накануне. 60 объектов повреждены либо разрушены полностью. Это жилые дома, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительная база, торговый центр, отделение нацполиции, здания прокуратуры, электроподстанция и гаражный кооператив. Минимум 14 мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения. В который раз под обстрел попал нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Предприятие расположено на трассе между Лисичанском и Бахмутом. Дорога остается под контролем наших вооруженных сил, но простреливается российскими оккупантами. Также враг открыл огонь по северодонецкому Азоту. Погибли 4 человека. Враг все силы направил на захват от северодонецка и Лисичанска, но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей. Утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения Азот, где, об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. На Донецком и Луганском направлениях бойцы объединенных сил отразили 9 вражеских атак. На шести локациях продолжаются бои. Украинские военные уничтожили 38 единиц техники оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс «Зала» и шесть беспилотников типа «Орлан-10». Уничтожили также вражеский штурмовик Су-25 над Запорожской областью. Российские войска заявили о том, что разминировали порт в оккупированном Мариуполе и якобы сегодня готовы выпустить оттуда иностранные суда. А в самом городе, где уже несколько месяцев нет ни газа, ни света, ни воды, захватчики установили передвижной телевизор, где транслируют российское пропагандистское телевидение, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. И тут военным помогает специальная техника. Для того, чтобы мариупольцы точно поверили в то, что жизнь улучшилась, оккупанты врубают пропаганду. Газеты были, пошли на растопку. Чтобы включить телевизор, нужно электричество, но Мразота нашла выход. Передвижной телевизор от МЧС России со вчера первый заработал на Восточном Мариуполе. Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшениях и преступлениях украинской армии прямо здесь. Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Российские войска снова обстреляли по граничной территории Сумской области. В районе населенного пункта Толстодубова зафиксировали 8 взрывов. Еще 7 – в районе населенного пункта Бояра-Лежачи. Огонь, вероятно, враг вел из миномета. Сегодня утром оккупанты запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбили силы ПВО. В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты ворвались в квартиру законно избранного мэра города Дмитрия Орлова, который после оккупации Энергодара переехал в Запорожье. В мою квартиру вломились 7 вооруженных оккупантов и одна женщина. Скорее всего, корреспондент пропагандистского канала. Пришли в гости, зная, что владельцев уже давно там нет. Для того, чтобы попасть ко мне домой, они сначала повредили входную дверь в подъезд, а потом дверь самой квартиры. Дмитрий Орлов, городской глава Энергодара. В оперативном командовании ЮГ сообщают о том, что российские оккупанты готовятся к мобилизации в Херсонской области. Местных жителей хотят заставить воевать против украинской армии. Также людей пытаются склонить к сотрудничеству с врагом или признать оккупацию. А в Николаевской области, переодевшись в форму ВСУ, российские военные пытались захватить наш наблюдательный пост. Однако, безуспешно. Что же касается переговорного процесса с Кремлем, Украина готова будет вернуться за стол переговоров только после того, как вернет под свой контроль все территории, которые армия оккупантов захватила после 24 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров. Владимир Зеленский, президент Украины. Марьяна Кречет, специально для информационного марафона Фридом, телеканал АЮЭЙ. Ливиша, ливиша. Оп. Красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова